Для дополнительной страницы понадобится небольшой слайдер. Нам нужно его плагин установить. Я совсем про него забыл. В консоль переходим. Плагин и добавить новый. Нам нужен плагин Smart Slider. Вводим Smart Slider. Вот он этот плагин. Smart Slider 3. Установить. Активировать. У нас появился пункт меню Smart Slider. Нам нужно создать слайдер размером примерно 867 на 374. И смотрите. Новый проект. Новый проект. Слайдер. Здесь короче. Можете название дать. Здесь ширина. Вводите 867. Высота 374. Макет. Не во всю ширину. Допустим, во всю ширину стоит. Так. Все. Создать. Добавить слайд. Изображение. Нам нужно горизонтальное изображение. Давайте такое возьмем. Выбрать. Здесь. Видите, он добавился. Наводим редактировать. Сюда кликаем. Содержимое. Значит. Стиль. В общем, давайте. Вот слева. Видите панель. Кнопка. Добавляем кнопку. Каталог. В стиле переходим. Я хочу на нее посмотреть. Я закрыл. Видите. Мы должны вот так сделать. Значит. На кнопку кликаем. Открывается панель. Цвет текста у нас будет черный. А цвет фона. Вот сюда мы вставляем маркировку. Но только удаляем решеточку. Давайте посмотрим. Так. Отлично. Снова кликаем. Адаптивную активируем. Я вот думаю. Размер. А ну-ка. Если я 25 поставлю. Слишком много. 18. Вот. Нормально. Только шрифт нужно сделать какой-нибудь более красивый. Вот. Хороший. В принципе. Каталог. Мне бы жирненьким его сделать еще. Не норман, а жирный. Вот. Каталог. И давайте в рамочку мы сделаем граница. Единица. Толщина. Да. И текст. Даже можно. А если я тройку поставлю. Вот. Каталог. Позиция выравнивания. Вот сюда. Видите. Я вот сюда кликнул. И оно выравнилось слева. Вот так хорошо. Каталог. Пусть так и останется. Все сохраняем. И выходим отсюда. Back. Назад. Давайте. Страницы. Все страницы. Мы будем создавать страницу в магазине. С помощью плагина Elementor. Поэтому о магазине изменить. И теперь мы приступим к настройке нашей страницы. Продолжение следует. Продолжение следует...